Восьмое марта. Международный женский день. День, когда мужчины поздравляют женщин, дарят им цветы, моют посуду, выполняют работу по дому. Даже лютые ТННщики не скупятся на поздравления хотя бы то в своей семье, а лучшие друзья отправляют праздничные открытки друг к другу. Ставь восьмёрку в комменты, если ежегодно поздравляешь своего другана с этим праздником. Обиженные девушки скажут, «Настоящим мужчинам не нужен повод, чтобы дарить цветы своим половинкам, а вы вспоминаете о нас только в этот день». Окей, тогда как насчёт дотеров? Именно игроки доты больше всего внимания уделяют мамам, всегда передают им привет, утешают их и водят в кино. Шах и мат, злые феминистки. Но это всё тут, у нас, а как же дело обстоит в нашей любимой стране восходящего солнца? Помните, как празднуют 14 февраля в аниме? Девушки дарят парням шоколад, как бы признаваясь в своих чувствах. Ни один романтический тайтл, да и вообще аниме про школу не обходится без этого события. В реальности всё именно так и происходит. А вот ровно через месяц наступает так называемый «Белый день» и уже очередь парней уделять девушкам внимания. Они дарят им цветы, сладости, приглашают в рестораны и делают предложения. Так получилось, что 14 марта японцы празднуют, как мы восьмое, ну или как День Святого Валентина, только для женщин. Поэтому, если ты хочешь поздравить подругу японку, то лучше сделать это 14 числа, а не 8, иначе ты рискуешь оказаться быть непонятым. Вообще, в Японии женщинам посвящено не только 14 число, а весь март в целом. Именно в этом месяце по всей стране празднуют День Цветения Персиков, праздник девочек и праздник кукол. Таким образом, практически все праздничные дни первого месяца весны посвящены исключительно женщинам. Старейшим из этих праздников считается День Цветения Персиков. Его отмечали в третий день третьего по счёту месяца. Крестьяне, работавшие на феодала, в это время были свободны от работы и могли насладиться цветением персиковых деревьев. Оно символизировало новое начало, поэтому многие японцы связывали этот день со своеобразным очищением. Девочки и женщины делали так называемые наоксибина, куклы из бумаги, которые потом пускали по рекам и морям. Тем самым люди показывали, что отпускают всё плохое и готовятся к новым свершениям. Большое спасибо за просмотр! Пользуясь случаем, хочу поздравить женскую часть своей аудитории, к чему призываю и парней. Не забудьте о своих мамах, бабушках, любимых учителях и анимешницах. Им обязательно будет приятно услышать от вас хотя бы несколько ласковых слов. Ещё услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok